Бонжур, народ, с вами Фантом. Чё за дичь я снимаю посреди ночи? Совсем отъехал. Какие-то демоны, призраки, расчленёнка. Так, надо взять всё в руки. Надо поиграть во что-то ненапряжное. И желательно, чтобы играть можно было лёжа под ёлкой. Эм, ягодицы за 30 дней, сканер лица, какой ты кот. Психиатрическая лечебница, так, Блэд? Надо чё-то такое, чтоб там был фантастический мир, горячие анимешные девочки и... Коли уж я люблю все эти ужасы, то окей, пускай там будут демоны. Гигантские демоны, которых нужно убивать. Ты чё, охуел? Кого ты убивать собрался? Кто тебе сценарий писать будет? Слышь, может, я просто поиграю? Ладно, давай только убийство земонов не пропагандизируй. Пиво, семки и напас, весь район боится нас. Начнём игру с создания персонажа. У нас на выбор есть три роли. Воин, стрелок и маг. Воин слишком мощен для нас, стрелок достаточно хорош. Прямо то, что надо, я бы сказал. А вот маг, это уже больше для парней, которые слишком усердно увлекаются аниме. Нужно придумать максимально брутальное имя, чтобы другие игроки боялись к нам подходить. Во, я думаю, это то, что нам нужно. Отлично. Пошло дело, стартуем. Мы в бескрайнем мире, перед нами новогодняя ёлка, идёт снег, всё довольно-таки праздничное. Прямо не жизнь, а сказка. Ладно, ладно, ты ведь расскажешь мне об этом с ней ещё раз. Да, у тебя, мой ённый друг, вся голова забита фантазиями. Камилла, о чём ты? Я первый раз тебя вижу. О каких снах речь? Ты мне снилась? Дорогуша, не могла бы ты стоять на месте, ощущение такое, будто бы я общаюсь с Рикардо Милосом. Элизии выбирают воинов, которые помогут им убивать тиранов. Под руководством Элизии мы, возможно, победим тиранов. Проклятых мужиков, козлов этих ты имеешь в виду. Я только за. Нас ввели в курс дела, есть какие-то тираны, есть мы, и мы избраны. Избраны для великих свершений. Коснитесь снова, выполняйте цели квеста. Отлично, спасибо за подсказку. А можно мне такую же даму в реальную жизнь? В России она бы точно пригодилась. Давай, потихонечку вылезай. Испытания воинов доступны на площади. А далее офицеры испытания, чтобы получить квалификацию? Наверное, завидуешь моему успеху на испытании воинов. Даже Элизия восхищается моим непобедимым клинком. Лоуски, я уже понял. Ты очень любишь свой клинок. Вот только я с тобой клинками мериться не буду. Давай как-то этим занимайся с друзьями, за гаражами или где еще угодно. Меня эта тема не интересует. И вот наше первое сражение. Сможем ли мы завалить местного гопника? Да, прям вообще максимально изи. Ну на первых уровнях всегда изи. А потом начинается вот это вот все. Говорят, что воины погрузились в вечный сон, но их можно пробудить, открыв путь к господству. Похоже, что это нужно сделать тебе. Короче, да, мы избранная. Мы тут самая лапочка, лапуля, прям всех готовы уделывать. Кто, если не я? Кто, если не мы? Я даже не знаю, как бы эта игра существовала дальше, если бы я в нее не зашел. Кто бы мир во всем мире установил, кто бы завалил всех этих тиранов. Помоги мне вернуть память. Интуиция подсказывает, что воспоминания как-то связаны с войной против тиранов. Короче, мы нашли Элизию, звезду Кассандру. И после какого-то пати ей отшибла память. Нужно помогать. Найди Нарвея, стража леса, он научит тебя сражаться с тиранами. Чтобы не попадать в такие ситуации, чтобы вам память не отшибала, советую ни с какими Нарвеями в лесах ничего подозрительного не пить. Я знаю, зачем ты здесь. Элизии отправили тебя сюда, потому что арахниды атаковали рощу. У него здесь прям максимально сталкерский уголок. Костерок горит, какие-то ящики. Гитары не хватает. И он нам тут же дает задание завалить псевдоплоти, вернее, арахнидов. Ну давайте попробуем, сможем ли мы справиться с этими, ёп твою мать, гигантскими мутантами, пауками, желающими надрать нам задницу. Да без проблем. У тебя важная миссия собрать всю Элизийскую мощь, убить верховного тирана и спасти мир. Я только за. Здорово, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, мы в расчете. Короче, нам нужно завалить рунных волков, это тоже некие мутанты, магические существа, окей. Мутанты для меня более понятная формулировка. И вот, кидая болты перед собой, прибираясь через многочисленные аномалии, мы доходим наконец-таки до этих треклятых волков. И, в общем-то, у кого-то из задницы выпадает даже новый ствол для нас. Шикардос. Мне кажется, тираны знали, что мы ищем светильща стенаний. Наверное, это они послали за нами рунных волков. Да ясен болт, стопудово. Я этих тиранов заверстучую. Козлы. Идем, помоги мне скорее, моя мечта исправляется. Арслан ждет, что я спасу его. Лауски, а что ты тут стоишь? Что ты прихорашиваешься стоишь? Причесочку свою наводишь, марафет, клинком размахиваешь. Ты меня ждал? Серьезно? Я женщина? Ну окей, я воин. Парень, ты прям уж совсем максимально анимешный. Ну я прям не могу. Ну че такое? Негоже таким анимешным быть. Ты украл мое сердечко, Арслан. И вот пошла раздача, тут какие-то герлы, в общем-то, тоже пытаются груди свои подбить Карслану, но хера им лысого. Тебе нужно стать сильнее, чтобы исследовать логово тиранов. Тебе нужно принести побольше канцерных банок мне в бункер. Меченый. Окей, без проблем, с такой задачей я справлюсь, как нефиг делать. Мне, в общем-то, можно в Писун на Новый Год не искать, я без проблем отпраздную его под местными елками. С вот этими сочными ангельскими герлами. Я чувствую, что тебе есть искра сильнейшего воина. Я такой, детка. Ох, ёб, мать твою, Санта-Клаус. Нам сейчас не до тебя, у нас логово тирана открылось. Леса вокруг таинственной пещеры, окутанные колдовской силой, полностью засохли. Чёрная земля усыпана белыми костями, а из пещеры едва различимы силуэты бесчисленных тиранических монстров. Вот, наконец-то, это говно я люблю. Монстры тиранические. Да, деточка, мы проникли в какой-то бункер. И здесь нас атаковали полтергейсты. В общем-то, всё по классике. Вот только здесь я не простой сталкерюга, не простой одиночка. Здесь я могу превращаться в Элизию и раздавать люлей. Не на того напали, фрейркин. Милашку 666 просто так не завалишь. Ни хера себе я втапливаю. Просто когда узнал, что в пятёрочке скидка на просроченный хлеб. Битва предстоит не из лёгких, будь осторожней. Защити мир от заразы зоны. Вступи в долг, да? Хорошо душевно посидеть так вот у костра со своим братишкой с крыльями. Просказывать анекдоты. Заходит кровосос в бар. Кровавую мэри мне. Блин, так не смешно же. Оля, мы вы шо? Думали, сказку попали. Да хера лысо. Милашка 6, сука, 6-6. Запоминайте цифры. Награды за красивую рожу. Окей. Отличный приз. Полезная вещица. Так, банджуган, вы меня простите, мне нужно уровень качать. Так что извольте один удар в печень, никто не вечен. В ходе расследования мы выяснили новые подробности. Лоусский тебе всё расскажет. Но новости могут оказаться ужасными. Что у фантома под маской на самом деле член на лице? Да не так уж это и ужасно. Вот засада, чувствую запах гнили. Это я не помылся. Как же жаль, что у меня нет другого выхода. Не хочу пятнать меч этими отвратительными телами. Не надо об меня ничего пятнать. Кстати, Анне нужна вода из божественного источника. Но пошли нальём. Если Анна у нас выпить любит. Главное, чтобы это был не источник с виноградным днём. Земля погибели. Это древнее поле боя, на котором человечество сражалось с тиранами. Там похоронены остатки многих людей. Но общая злоба обратила их в нежить и заставила танцевать драм-н-бейс. Я люблю басы. Давай. А вы знаете, что такое басы? Надписи на свитках слишком древние. Я не могу их прочитать. Ну, давай я попробую. Что же здесь такое зашифровано? Ээээ... Фантом, ты неправильно написал слово фантом. Ебать ты даун. Правильно, фантом. Ебать ты лох. Это, наверное, самые старые письмена в загробном мире. Так и используют, чтобы проводить духов на ту сторону после стирания воспоминаний. Согласен. Это достойное объяснение тех комментариев, которые иногда находятся под моими видеозаписями. Иди ко мне. Я вижу твое желание. Ты получился! Так точно. Вот в такую армию я бы сходил. С помощью глаз черной кошки мне удалось обнаружить повелителя смерти Горта. Он дремлет в гробнице, что в центре кладбища. Вот он мне и нужен. Извращенец этот, что на кладбище спит. Гнилой гроб, в котором находится Горт, не может сдержать его мерзкое зловоние и медленно открывается. Вонючий, что ублюдок. Вставай, юношный шашлык. Давай, давай, пришло время получать пи***ей. Да, детка, милашка, сэсэсэсэсэсэс. Готова разматывать. Как говорится, я пришёл сюда убивать демона и танцевать тектоник, и демона я уже убил. Херыш, подытожим. Если ваша душа рвётся превратиться в непобедимого небожителя, если душа рвётся побеждать смертоносных демонов, используя уникальные способности, участвуя в пвп-битвах гильдий против гильдий, если жаждете пройти путь победителя, ну и в целом, если хотите, чтобы все эльфы и гномы с вашего района вам респектовали, то эта игра для вас. Короче, чуваки, специальный промокод будет под роликом. Не поленитесь активировать его при регистрации и получить всякие ништяки. Ну и как итог, игра получает от меня за Арслана 228 баллов из 10. Уж больно он хорош. Спасибо вам большое за внимание, желаю каждому из вас отлично отпраздновать Новый год. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм и гамайте в игру по ссылочке под роликом. Всем удачи и пока!